Потому что у каждого разное, не знаю, мироощущение, восприятие, интеллектуальный уровень, социальный статус, потребности. Поэтому никаких универсальных советов, к сожалению, быть не может. Но, пожалуй, есть один, это включать сердце почаще, понимать и чувствовать, что тебе подсказывает твоя душа. Дело в том, что нам всегда подсказывает голова, а голову лучше в таких ситуациях не слушать. А слушать нужно душу свою, потому что душа никогда не ошибается, голова постоянно ошибается, а душа никогда не ошибается. Поэтому если вам сто человек говорят, идите направо, идите направо, а вы один, в полном одиночестве, чувствуете, что вам хочется идти налево, не бойтесь, идите налево. Потому что вы не одни, а у вас есть душа, у которой есть многовековой опыт. Это вы в этой телесной оболочке сюда пришли на каких-нибудь там средних 50, 60, 70 лет. А она-то летает, понимаете, по вселенной вечно, собирает опыт, и она знает и чувствует. Поэтому я никогда не боялся самых сложных ситуаций, аховых, патовых, каких угодно. Никогда не боялся совершать какие-то переломные, вернее так, какие-то поступки совершать, которые потом называли, это был переломный период в жизни человека, или еще что-то. Потому что я понимал только так или и не иначе, потому что об этом говорит моя душа. И я никогда не проигрываю, и я думаю, что это и секрет успеха, и внутренней гармонии, и равновесия. И там мне бесконечно задают вопросы, как же так, уже надо там жениться, как же так. Ну вот так получается в моей жизни, что, видимо, мне было судьбой уготовано пока работать и не встретить свою любовь. Потому что у меня так в жизни это получалось. Либо я люблю, и на меня так. Либо меня, а я так. А мне надо, чтобы можно не эмоционально, а внутри понимать, что я не могу жить без этого человека. И чтобы с той стороны тоже было, я не могу жить без этого человека. И все. И друг без друга, они не могут жить, но живут, работают. Ну, понимаете, да? Вот когда такое вот произойдет в моей жизни, тогда будет все хорошо. Вот моя душа мне все время говорит и успокаивает меня в этой ситуации, потому что я нормальный человек, хочу там в любви взаимной. Она мне говорит, потерпи, спокойно. Нужно дождаться именно своей встречи, своего какого-то часа, мига. Поэтому я никогда так глобально не переживаю, не убиваюсь, не бьюсь головой об стенку, а понимаю, что здесь у меня есть подсказчик. Вот он у каждого есть. Поэтому всех призываю слушать свою душу. Спасибо большое. Пожалуйста, от души. Очень приятно пообщаться, мы сейчас узнаем про пробит.